Остров рабов пьеса 18 века. Так случилось, что за три столетия в России этот текст ни разу не ставили. Московская публика знакома лишь со спектаклем Джорджа Стрейлера, который приезжал сюда на гастроли. И вот Остров рабов впервые появится в репертуаре столичного театра. Всё начинается с кораблекрушения. Выжили четверо, двое господ и двое слуг. Они попадают в особенное место, Остров рабов. Здесь живут потомки афинских невольников, которые взбунтовались против хозяев и поселились тут, основав республику. По законам этого государства, рабы и хозяева должны поменяться местами. Они обмениваются одеждой и даже именами. Достаточно, достаточно. Вот такой мой, мой господин. Ну разве это вместе писать такой портрет? Идея постановки возникла случайно. Режиссёру Асе Князевой подарили французские книжки с пьесами Пьера Морево. Просто я листала страницы и что-то стало вчитываться, вчитываться, вчитываться. Решила прочитать уже всю пьесу. Я прочитала пьесу и подумала, боже мой, как жалко. Как жалко, что её нет, что она не переведена. Что мы не можем позволить себе, русский зритель, не может позволить себе прочитать эту пьесу, просто потому что она не переведена. И решила попробовать её перевести. За идеей перевода пришла идея постановки. В костюмах воплощен колониальный стиль начала 20 века, который, по мнению режиссера, для современного зрителя ассоциируется с понятием угнетения. Сценография черты старинного театра. Когда обычно вешали задник в камине дель арта, и всё. И это было уже какое-то местодействие, в которое все верили. И мы поэтому тоже взяли обычные тряпки и создали такую нарочито условную театральную среду. Спектакль готовили в сжатые сроки. Чтобы репетиции шли быстрее, актёр Евгений Капустин решился на эксперимент. На протяжении всего производственного процесса решил, что я сам буду в роли раба. То есть я буду на все предложения режиссёра, на предложения хореографа говорить «да». Никогда не вступая в споры, не вступая в конфликты, в какие-то разногласия. Буду как раб, как будто у меня нет возможности сказать «нет». Вот это был мой личный эксперимент, как бы для меня актуальный. Когда герои поменялись местами, оказалось, что господ среди них нет. Тот, кто всю жизнь считал себя хозяином, на самом деле раб своих привычек и представлений о жизни. Актёры говорят, пьеса помогла на самих себя посмотреть по-новому. Я про себя могу сказать, что я раб своих страстей. Наверное, об этом... Ну, или страстей других людей. То есть... Вот это, наверное, какая для меня всегда актуальная, животрепещущая тема. Текст, которому 300 лет, с веками стал ещё актуальнее, считают создатели спектакля. Хотя законы общества изменились, но социальные сети, индустрии развлечений, навязанные стереотипы внутренне поработили нас ещё сильнее. Истинная свобода, которую в финале обретают герои, остаётся утопией. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Александр Подкоха. Новости культуры. Новости. Продолжение следует...